Рассказать вам о таком бесполезном и вредном существе, как крепкий хозяйственный. Они есть в каждом городе. Слышите? Вот он уже появился на горизонте, и кто-то мне уже кричит. Куда ты лезешь? Ты кто такой вообще? Вот же уважаемый человек. Посмотрите на его башмаки. Они стоптаны. Ведь он прошел тяжелый путь от простого рабочего до крупного водителя. Посмотрите на его руки, они все в мозолях. Это руки крепкого хозяйственника. Идеальная биография. Они как поросята. Или кур на ферме один другого крашен. Он должен родиться в небольшом себе. Уже в школе он понимает, как устроена система. Он быстро становится старостой класса. Поняв, что система поощряет доносы, он стучит на своих одноклассников. Как акула чувствует кровь за многие километры, как люди чувствуют. Что в какой момент нужно сделать, чтобы быть полезным? И это очень важный момент. В жизни человека, когда он решает быть полезным начальником. Он как вагончик становится на вельсе, которая несут ему или вешила пищевой цепочек. Далее переезд в крупных бортах. Работа желательно на заводе. Опыт получения в школе помогает очень быстро от простого рабочего дослужиться до начальника цеха. Октябренок пионер вступил в партию. Вышел из партии в девяностом, вступил в другую партию. Человек собирает регалии. Ученые степени грамоты не дали за заслуги перед Родиной. Человек все еще выполняет свою главную роль. Он полезен. Очень скоро человека замечают, вылавливают сачку, выкидают в загон с депутатами. Когда и в парламенте уже нужно готовить крепкого хозяйственника к серьезным должностям, там сразу становится понятно, кто есть кто. Насколько человек лоярный. Насколько он понимающий относится к просьбам товарищей по партии. Насколько с ним можно договориться. Если человек правильный, то району поздно занимает должность главы города губернатора, министра главы района. Посмотрите любую биографию. Они же все как из инкубатора. Исключение, конечно, есть, но это крайне редкие исключения. Классический крепкий хозяйственник проходит весь путь, не перешагивая через ступени. Это отрицательный англо. Наверх обычно идут не самые компетентные, талантливые, порядочные, обесхребетные приспособленцы, которые могут быть хорошей глиной для разведения вертикальной власти. По логике вещей, наверх должны проливаться яркие, хорошо образованные лидеры. Но что мы видим? Один крепкий хозяйственный ничем не отличается от другого. Дегабы перестали интересоваться главе депутатов-министров. Они совершенно из себя ничего не представляют. Это просто серая слизь с одинаковой биографией. Староста в школе, просто рабочий, начальник цеха, депутат, кандидат, заместитель главы, глава, министр, председатель. Они как-то копилку в себя. И именно эта серая слизь сегодня обеспечивает присловительную стабильность. Именно она и есть то болото, в котором невозможно ничего сделать. И у этого болота нет ма. Ведь образ крепкого хозяйственника сакральный для избирателей. Вот кто по-нашему может управлять городом? Или областью? Или районом? Если человек не состоял в комсомоле, если он не работал на заводе, если он не врос корнями в родную землю, не стоптал башмаки на карьерной лестнице, Разве можно его допустить к такой ответственной должности? Вера в крепкого хозяйственника священная. И нет в мире ничего, чтобы пошатнулому народу эту веру. Город может лежать в руинах, словно в нем были военные действия. В городе из-за действий власти коррупции и халатности могут погибать десятки детей. Город могут грабить свои жизни и здоровье на заводах. А условия жизни их могут быть как в ближайших африканских странах. Но в нужный момент рука избирателя не трогает. Совершенно непонятно, что с этим делать. Когда человек впервые с этим сталкивается, сидит со всеми пик-пик-пик-пом, когда убил, как работает система, он приходит в ужас. Хочется кричать по счету, делать, призывать на помощь, жаловаться. Но серая слизь не воспринима вашему мнению. Это всегда удача, бить. Парк и побойметь. 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 Продолжение следует...